МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Алена Матвеева. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Достучаться до власти любой ценой. Всеукраинские протесты пенсионеров-силовиков продолжаются. 100 мест, 3 гривны за каждое. В Запорожье на новый маршрут Южный микрорайон Бородинский вышли 10 автобусов. Проверка сил накануне чемпионата Украины. В Запорожье прошли областные соревнования по лёгкой атлетике. Проверка безопасности зоопарка или теперь тигры охотятся на беспилотники? Всеукраинские протесты пенсионеров-силовиков продолжаются. Сегодня представители пяти районов Запорожской области вышли на трассу Харьков-Симферополь. Цель – привлечь внимание властей к их проблеме. Основное требование – перерасчёт пенсий. Пообщаться с протестующими удалось и нашим журналистам. В 11 утра экс-милиционеры собрались у здания Васильевской райадминистрации. Здесь представители Васильевского, Михайловского, Ореховского, Токмакского и Весёловского районов. Основная цель этой акции какая? Потребовать от истовительной власти, от комитета министров выполнить закон Украины, который был принят Верховной Радой в декабре 2015 года. Именно то, что касается перерасчёта пенсий пенсионерам МВД и приравнять их к окладам, которые сейчас у полицейских. Многие из этих людей проработали в правоохранительных органах не один десяток лет. Но сейчас живут на пенсию, размер которой не превышает полутора тысяч гривен. Я пенсионер МВД. Вот моё удостоверение. Скажите, пожалуйста, проживу я на такую пенсию или нет? Пожалуйста, видите, сколько здесь? Сколько здесь? 1520. Коммунальные слуги, газ, свет, вода. А кушать тоже хочется, как всем. У меня двое детей, двое студенток. Двое учатся в институтах. Как на эти дни можно прожить и выучить детей? Прокормить семью? Есть внуки уже? На эти дни просто нереально прожить. Несправедливым считают и то, что правоохранители, ушедшие на пенсию в этом году, проработав год в составе не милиции, а уже полиции, получают значительно больше. Работники милиции, которые уволились в этом году, прапорщики, это я знаю точно, у них пенсия, прапорщики, 3600, а в то время, как у майора милиции, 1600-1700. У меня 2270 пенсии. 25 лет выслуги, подполковник милиции 2270. Я считаю, что это незаслуженно. Через полчаса к митингующим вышел председатель райадминистрации. Говорит, экс-милиционеров местная власть поддерживает, но просит не прибегать к радикальным мерам. В Министерстве внутренних дел уже создана рабочая группа, которая и должна будет рассмотреть этот вопрос. Конечно, несправедливо то, что сегодня происходит с вашими пенсиями, точно так же, как и с пенсиями других категорий пенсионеров. У меня к вам большая просьба ограничиться мирным митингом здесь, не прибегать к радикальным мерам, к перекрываниям дороги. Впрочем, митингующие решили, что одними только словами желаемого не добьются. Если мы будем говорить тут, толку никакого не будет. Это что, пуй, все, идем все туда. Идем все, все идем. Надо себя, надо себя. Подождите, подождите. Бывшие силовики направились к трассе Харьков-Симферополь. На протяжении 20 минут ходили по пешеходному переходу. Затем дорогу освободили. Уже завтра передадут резолюцию со своими требованиями в администрацию президента, Кабмин и Министерство внутренних дел. И если снова не будут предприняты меры, митинги продолжатся. Екатерина Даньшина, Константин Грушко, Васильевка, ТВ5. К всеукраинской акции присоединились и мелитопольские пенсионеры-силовики. Они организовали пикет на территории железнодорожного вокзала. Митинг носил достаточно мирный характер и не мешал работе железнодорожной станции. Но если и в этот раз правительство не услышит экс-силовиков, они обещают объявить бессрочную акцию протеста. В ходе акции протеста ее участники подписали проект резолюции, в котором кроме основного требования осуществить перерасчет пенсии и выделить средства для их выплаты в бюджете 2017 года, значится и пункт об увольнении министра МВД Арсена Авакова. Запорожцы оценили работу городского головы. Агентство региональных инициатив представило результаты социологического исследования. За позитивные изменения в городе Владимир Буряк получил почти 9 баллов из 10. Кроме того, 69% респондентов оценили деятельность городского головы положительно или скорее положительно. В опросе приняли участие 800 горожан старше 18 лет из разных районов города. Позитивно о работе городской власти высказалось и бывшее руководство Запорожья. Сегодня происходит действительно благоустройство города, сегодня благоустраиваются дома, сегодня благоустраиваются вопросы в эти дворовые территории, и это нужно отмечать, и об этом нужно говорить. Сделана огромная работа, я знаю, что это стоит, я понимаю, какие это усилия, я понимаю, как этот корабль развернуть, как это сложно. Прокатиться по новому или из южного микрорайона на Бородинске за 3 гривны. В Запорожье по 18 маршруту пустили 10 новых автобусов, каждый рассчитан на 100 пассажиров. Они оборудованы пандусами и специальными поручнями для людей с особыми потребностями. Такие автобусы помогут частично разгрузить проспект от маршрута. Подробнее расскажет Евгений Али. 10 новых автобусов номер 18 уже начали свою работу. Они курсируют по маршруту Южный Бородинский микрорайон через проспект Соборный. Протяженность пути 30 километров. Сегодня на базе Запорожья электротранса мы выпускаем на линию маршрут номер 18. Это автобусный маршрут, который раньше находился в базе Запорожья электротранса, но никогда не использовался. Мы получили под этот маршрут автобусы, сделали временный паспорт. Нету гонок, нету скоростей, спокойное движение в городе. Автобусы на коробке автомат. Стоимость одного такого автобуса 3 миллиона гривен. Он рассчитан на 100 пассажиров. Одно из главных преимуществ – оборудование для людей с особыми потребностями. Здесь есть пандусы, специальные поручни. Инвалидная коляска. Остановится сюда, и вот так вот инвалид держится. Стоимость проезда составляет 3 гривны. Бесплатно для горожан льготных категорий. Интервал движения автобусов – 10-12 минут. Автобусы теплые, комфортабельные. В частности, для пассажиров также низкополые. В управлении довольно легкие. Коробка, автомат стоит, что большую роль играет для водителя. Представители городской власти уверены, такие автобусы помогут частично разгрузить проспект Соборный от маршруток. Учитывая то, что мы все-таки ставим цену в 3 гривны, учитывая то, что мы не ограничиваем льготчиков, за счет того, что я надеюсь, что как раз автобусы большой и средней вместимости просто вытеснят, скажем так, автобусы малой вместимости, малогабаритные автобусы, в принципе, с рынка города Запорожья, именно транспортной системы. В 2017 году планируется еще закупить 10 троллейбусов, 5 автобусов большой вместимости и 11 средней. На это из городского бюджета необходимо выделить 68 миллионов гривен. Евгения Ли, Дарья Зарянова, ТВ5. Решение за закрытой дверью. Жители пятого подъезда дома номер 8 по улице Яценко в своих квартирах выращивают грибок и плесень. Вся проблема, утверждают люди, в неисправности труп на верхнем этаже. Но в квартиру предполагаемого виновника доступа нет. Есть ли выход из данной ситуации и что предпринимают коммунальщики, выясняли наши журналисты. В этой квартире проживают дочь и внучка Галины Бойченко. Женщина рассказывает, несколько лет назад из-за сырости просели двери и появился неприятный запах. Когда убрали от стены шкаф, ужаснулись. Начало сыреть все. Когда я, тут стоял шкаф плательный, я полезла обувь, тапки брать, я вытащила, а тут сырые тапки. И пришлось все убирать, шкаф, и вот это у нас оказалось все. Все, свель, гниль, ну грибок, явный грибок. Самое страшное, что тут живет маленький ребенок, 4 года, я с ней не вылезаю из больницы. По словам Галины, сырой угол и в соседней квартире. Решить проблему своими силами жители не могут. Подобная ситуация и на третьем этаже. Конечно, у нас стена отходит чуть-чуть. Ну, оно так было, я не знаю. Пока не чувствуем, только в подъезде воняет, конечно. Такая же проблема и этажом выше. Ну, есть чуть сырости, да, это уже дала проблема, в принципе, я так понимаю. Не раз было так выше. Ну, где конкретно? В ванной стоярке. А вот в квартиру на пятом этаже нам попасть не удалось. Никого нет дома. По словам жильцов, проблемы с трубами именно за этой дверью. Коммунальные службы хозяин якобы не пускает. Объясняя это тем, что недавно сделал ремонт, работники КП могут испортить его. У них дорогая плитка. Если мы за этот ремонт возместим им деньги, они дадут доступ. Но у нас нет. Мы были в госполкоме, нам юрист сказал судиться. Как мы можем судиться? Мы не в состоянии судиться. Эти судебные издержки, это время. Ну, и мы не подтянем. В КП наш город, куда обращались жильцы, о ситуации знают. Уверяют, она находится на контроле. В этой квартире может быть или по стояку течь, или по канализации течь. Надо посмотреть в нишу, разбиться и посмотреть, где именно у нас участок, который мы должны заменить. Специалисты коммунального предприятия утверждают, если работники разломают стену, то они ее обязаны и починить. Но если хозяин квартиры не согласится и на это, останется без воды. Есть много технических возможностей с соседней квартиры попробовать организовать доступ к стоякам. Если он не предоставляет доступ, мы не можем ему так же само сделать вывод воды, потому что у нас нет возможности. Мы меняем стояк, а его просто отсекаем. Коммунальщики обещают выявить причину сырости и ликвидировать утечку до 21 декабря. На благо людей. В пологах активисты реабилитационного центра готовы спасти бездомных от морозной зимы. На базе центра действует проект «Ночлежка». Он гарантирует, что каждый, кто попросит помощи, найдет убежище, тарелку горячего бульона и поддержку. Желающие смогут остаться в центре на постоянное проживание и даже восстановить документы. Подробнее расскажет Екатерина Шапка. Реабилитационный центр «Город-убежище» благотворительного фонда «Любовь ближнего» существует в пологах уже 7 лет. Здесь находят приют, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Те, кто имеет проблемы с наркотической и алкогольной зависимостью или просто остался без крыши над головой. Для них действуют несложные правила. Не пить, не курить, не ругаться, не драться ни с кем и подчиняться более старшим, которые уже прошли какой-то адаптационный период. Совсем недавно активисты благотворительного фонда организовали проект «Ночлежка». Прийти в центр и согреться может каждый бездомный. Принять готовы до 15 человек. Остаться можно на одну или несколько ночей. Здесь предоставят спальное место и угостят ужином. Этот проект конкретно с этого года, да, уже у нас есть ребята, которые приходили, двое пришли, поночевали и ушли. Есть кто остался с нами, принял наши условия. Мы накормили, он может переночевать, единственное, чтобы не дебоширил. И все. Этой зимой в ночлежку уже приходили 5 человек. Двое решили остаться. Один из них Валерий. После смерти сестры мужчина остался без дома. Три года в Запорожье. Сестра умерла. Я тут приехал. Ну ездить поспать, покушать. Ну и по возможности, ну помогая покуда здесь, то дров подрубить, то воды перенести. В центре готовы помочь и людям, у которых возникли проблемы с документами. Приходят с разным прошлым, без документов. И мы помогаем восстанавливать документы, обращаемся и в паспортный стол, и помогаем и инвалидам оформлять инвалидность. Реабилитационный центр в Пологах находится по адресу улица Ломоносова, 61. Его члены призывают всех неравнодушных помочь продуктами или вещами, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологи, ТВ5. Елки могут быть опасными. Информационно-контактные центры и праздник для детей. Об этом и не только далее в выпуске. Не пропустите. Память в фильмах. Мы расскажем, в каких кинолентах можно увидеть знакомые места родного города. Самые веселые и находчивые определены. Во Дворце культуры Орбита прошел финал открытой молодежной лиги КВН. Завершили сезон. Запорожские легкоатлеты принимали гостей со всей Украины. Охота началась. Кто удивился больше, тигр или хозяин беспилотника? Защита от вандалов. Чем ближе к Новому году, тем больше опасность незаконной вырубки хвойных насаждений, констатируют работники КП «Зеленстрой». Чтобы уберечь ели и сосны от вандалов, коммунальщики опрыскивают их специальным раствором, предупреждают, сруб обработанных хвойных чреват последствиями. Добавляется как маячок, что-то красящее, мел, известь. И добавляется инсектицид. Конечно, если такое дерево занести в дом, оно начинает испаряться и вызывает и головные боли, и другие нарушения здоровья. Не рекомендую этого делать. Психологическая помощь, тренинги и компьютерная грамотность в Мелитополе открыла сеть информационно-контактных центров. Располагаться они будут в пригородских библиотеках. Не забыли и о досуге малышей. Подробности далее в сюжете. Валентина Александрова приехала в Мелитополь из Луганска три года назад. В библиотеку Мальвина, где постоянно проходят различные мероприятия для детей-переселенцев, она приводит свою внучку. Но теперь, благодаря активному сотрудничеству города с немецкой компанией ГИС, у женщины появилась возможность организовывать досуг не только для внучки, но и для себя. Я сегодня услышала, что здесь открывается еще и центр компьютерный, где нас немножечко обучат, как правильно общаться. В фейсбуках, в контактах и других. Однако обучение основам работы в интернете – это далеко не полный перечень услуг в сети информационно-контактных центров Мелитополя. Будут предоставляться административные услуги. Кроме этого, на базе этих центров будут организованы тренинги по совместно с Центром занятости по трудоустройству. И всем, кто хочет, не обладает еще компьютерной грамотностью, то будут организованы тренинги и обучать основам компьютерной грамотности. На оборудование сети информационно-контактных центров при городских библиотеках немецкая компания ГИС выделила 700 тысяч гривен. За эти деньги была закуплена оргтехника, а в библиотеке Мальвина появилась комната, где на время занятий родители могут оставить детей. За счет гранта в библиотечную систему пришло 25 ноутбуков, 5 многофункциональных устройств, 5 плазменных телевизоров, стойки для книг, также были специальные стеллажи для печатной продукции. И кроме этого, в детскую библиотеку к нам пришел детский уголок, который дети могут заниматься. Пока Валентина Александрова готовится к своему первому знакомству с компьютером, детскую комнату уже проинспектировала пятилетняя Саша Зверева. От новых ярких столовых стеллажей с книгами девочка просто в восторге. Но больше всего Саше нравятся занятия, которые ежедневно здесь проводят волонтеры благотворительного фонда «Улыбка ребенка». Например, я беру свечку и начинаю рисовать огонь оранжевым. Потом я начинаю зеленым рисовать вот этот полукруг. Получить услуги информационно-контактных центров в Мелитополе можно в любой библиотеке города. Организаторы проекта обещают сделать эти центры доступными для всех, кто готов и хочет учиться. Олеся Бруйчук, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5. Запорожье в кадре. Любознательные жители города стали участниками автобусной экскурсии, снятых в Запорожье. Известный фильм «Весна на Заречной улице» – это лишь одна из кинолент, где зрители могут увидеть знакомые места. Создатели комедий, исторических фильмов, мелодрам приезжали сюда, чтобы снять даже несколько кадров. В каких кинолентах можно увидеть любимый город, теперь знают и наши журналисты. Экскурсию по местам кинематографической славы Запорожья решили начать здесь, в старой части города, недалеко от гостиницы «Театральная». И с этим местом связано сразу несколько историй. Этих людей холодом не испугаешь. Желание увидеть родной город в объективе кино оказалось куда сильнее. Походив уже некоторое время на такие экскурсии, в принципе, мы, как коренные жители Запорожья, поняли, что мало знаем о своем городе, поэтому город привлекателен и для кино тоже. Много есть места, которым не знают коренные жители и гости, поэтому здорово так ходить, узнавать. Роман Акбаш понемногу раскрывает малоизвестные факты. Так, на этом месте в 70-е годы работала съемочная группа фильма «Каникулы Кроша». Кадры были сделаны в кафе «Снежинка». И хотя сегодня его уже нет, факты о киношном прошлом сохранились. Съемочная бригада была в кафе «Снежинка», в ресторане «Лахти» и на Ждановском пляже. В начале третьей серии герои сидят вот здесь на втором этаже. Просто когда уже смотришь, что у них в округе, скажем, что их окружает, то узнаешь, конечно. И Сбербанк тогда был, и дома окружающие. Понимаешь, что это действительно Запорожье. Кафе фигурировало и в киноленте «Единственное», где главные роли сыграли Елена Проклова и Валерий Золотухин. Последний, кстати, встретил свою будущую жену во время съемок в отеле «Театральный». Но если фильм «Единственное» практически весь снимали в Запорожье, то в картине «Рано утром» Татьяны Леозновой можно узнать кадры дворов, которые находятся недалеко от трамвайной остановки площадь Пушкина. Можно посмотреть, судя по всему, некоторые деревья, которые высаживали на субботнике, вон там под тем домом, наверное, все-таки прижились. Фильм, в котором Запорожье точно ни с чем не спутаешь, да и название говорит само за себя, картина «Я хортица». Ее снимали в 1980 году, и тогда знаменитый 700-летний дуб выглядел совершенно иначе. Сюжет фильма повествует о тяжелых днях августа 1941 года, когда вражеские войска подходили к Запорожью. Обратите внимание, этому дубу полтысячи лет, если не больше. Когда-то под ним казаки праздновали свои победы. А сегодня их правнуки будут чествовать своих победителей. Портится эта колыбель украинской вольницы. Символ. И если она с нами, значит с нами вся Украина. Думаю, единственный художественный фильм, премьера которого впервые на больших экранах состоялась именно в Запорожье. И во дворце культуры орбита. То есть такую дань уважения запорожцам и событиям, что эти события в Запорожье происходили. Участникам экскурсии предстояло открыть для себя еще много интересных фактов, ведь в внимании киношников к Запорожью не ограничивается парой и тройкой фильмов. Так что подобная поездка, обещает Роман Акбаш, еще повторится. Мария Маракеляна, Игорь Бахиркин, ТВ5. Мы вместе. Под таким лозунгом прошел утренник в центре Детский Радонеж. В этом году центр стал одним из победителей конкурса социальных инициатив «Мы – это город». Это позволило закупить новые развивающие игрушки и пособия для детей. Подробнее в сюжете наших журналистов. В центре раннего развития Детский Радонеж 26 воспитанников. Это дети от 4 до 7 лет. Многие из них отстают в развитии. Здесь их социализируют и обучают. Мне приятно, что наши выпускники прошлых лет успешно обучаются в школах. Даже дети инвалиды обучаются в социализированной в обществе и имеют хорошие результаты. Пятилетию центра дети подготовили концерт. Показывали свои достижения, которые даются им с огромным трудом. Например, Макар в этом центре уже второй год. Раньше он не мог говорить из-за органического поражения центральной нервной системы. На тот момент я не знала, что мне делать, честное слово. Потому что ребенок не разговаривает. Садик у нас не берут. Просто выгнали. И мы остались. На работу я выйти не могу. А ребенка отдать нет. И благодаря Елене Петровне этот ребенок заговорил. Недавно в центре Радонеж появилась лекотека. Приобрести все необходимое для нее удалось благодаря участию педагогов в конкурсе социальных инициатив «Мы – это город». У детей появилась возможность заниматься слогопедом, дефектологом, психологом по специальным обучающим пособиям. Вот ребенок берет неговорящий. И вот эти вот все произносит звуки. Здесь специальные методики. Это карточки ПЭКС графические. И мне приходится очень много делать самой. Вот ламинатор купили за 5 тысяч. И вот эта бумага 500 гривен стоит упаковка. Для детей закупили новые развивающие игрушки. Каждая выполняет определенную функцию. Например, эта игра развивает мелкую моторику. А это помогает различать цвета. На реализацию проекта комбинат «Запоросталь» выделил грант в размере 50 тысяч гривен. И наша задача для детей сделать каждый день как праздник. Сделать его ярким и запоминающимся. Сегодня это удалось. Кабинат «Запоросталь» всегда будет помогать таким мероприятиям, чтобы наши дети чувствовали поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Терина Селеденко, Сидония Ракелян, Константин Грушко, ТВ5. Праздник смеха и хорошего настроения. Во Дворце культуры «Орбита» прошел финал восьмого сезона открытой Запорожской молодежной лиги КВН. За первенство соревновались пять команд веселых и находчивых. О чем шутили и какие неожиданности приготовили для зрителей, расскажет Мария Маракелян. Представьте, свадьба, декабрь, невеста заказала машину. Кабриолет она выбрала, тварюка! Холод только в миниатюрах, а в зале царит теплая атмосфера. Позади отборочные туры. В финале восьмого сезона команды открытой молодежной лиги готовы всячески удивлять зрителей. Как бы ни хотелось, жизнь меняется. Новые какие-то события происходят. Это стимулы для шуток, для ребят, для команд. Новые темы, новые течения. Ну и так далее, тому подобное. Поэтому юмор каждый год разный. Но в принципе, как и раньше, юмор социальный, так сказать, классика. За победу соревнуются пять команд. Сладкий крепкий чай, запорожский вектор, машинка за НТУ, пятьсотни лета, Тоби Альдер Вирельт и ребята из коллектива Умка. Последние в своих силах не сомневаются. Нормально, прошли в финал, все равно должны выиграть эту лигу. Почему? Потому что мы самые неожиданные команды. Может произойти абсолютно все, что угодно. Мы не ожидать абсолютно ничего. Понимаете, вот стул появился. Почему он появился? Откуда он появился? Неожиданный и сам финал молодежки. Организаторы изменили формат конкурса, приблизив его к Украинской лиге смеха. Жюри по-прежнему на месте, а вот участники теперь выходят на сцену вместе с тренером. Коллективу Умка помогают юмористы из команды «Заинька» Виктор Иваницкий, известный также как актер молодежного сериала «Пацки». Спустя время к ним присоединяется еще один звездный гость и коллега Руслан Ханумак. Чтоб ты понимал, мы с пацанами одну милину на семерых хаваем. Сколько вас там? Семь. На семерых хаваем. Ты понимаешь, что мы по Украине, по логике катаемся, чтоб юмор в стране поднять. Ты хоть раз пробовал, ты мешал хоть раз колу с боярой. А? Ты хоть раз боярой мешал с Байкалом? А? Звание чемпиона в 2016 году одержали сразу две команды. Тоби Альдер Вейрельт из города Прилуки и Запорожская Умка. Главное верить в себя, идти к своей поставленной цели и не сдаваться. Если в эту цель будет верить вся команда, то они ее обязательно добьются. Мария Маракелян, Иван Демяненко, ТВ5. А мы продолжим через несколько минут. Ежегодно благотворительный фонд Бориса Колесникова при поддержке игроков хоккейного клуба «Донбасс» поздравляют детей с Днем Святого Николая. 19 декабря настоящий праздник со звездами украинского хоккея ожидал школьников и воспитанников детских домов и интернатов нескольких населенных пунктов Донецкого региона. Это стало очень хорошей традицией, это уже не первый год. Очень приятно участвовать, видеть естественные эмоции детей, их стишки, их выступления. Хочется, чтобы дети были здоровы, счастливы в первую очередь и получали только положительные эмоции от наших посещений. Подарки от фонда Бориса Колесникова получили 58 тысяч детей из 150 учебных заведений Донецкой области. Сладости, сюрпризы и общение с любимыми спортсменами. Здесь хоккеем увлекаются не только мальчики, а и девочки. Мы безумно рады, что хоккеисты всегда поддерживают нас, всегда приезжают, дарят подарки, уделяют внимание абсолютно каждому. Я безумно люблю эту команду, она для меня такая, как вторая семья. Донбасс самый лучший. Благотворительный фонд Бориса Колесникова реализует ряд программ, направленных на поддержку детей на Донбассе. А праздник к школьникам приходит не только в День Святого Николая. Я думаю, что все наши проблемы взрослых не должны ни в коей мере касаться детей, ведь они дети всего лишь один раз. Поэтому я хочу пожелать в этот замечательный праздник, чтобы у них все сложилось, чтобы они выросли успешными, здоровыми, счастливыми детьми. Это и есть будущее нашей страны. Хотели посмотреть, как живут тигры и едва не стали добычей. Группа амурских тигров недавно поселилась в Канаде. Посмотреть за тем, как они освоились в парке дикой природы, удалось с помощью камеры, закрепленной на беспилотнике. Тигров сначала насторожило появление летательного аппарата. На кадрах видно, как хищники с интересом наблюдают за беспилотником, выслеживают его и даже пытаются поймать. Охота не удалась, а вот видео получилось. То, что в зоопарке тиграм хорошо и они в безопасности, видно невооруженным глазом. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. В студии работала Алена Матвеева. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»